Любушкины цветы Любушкины цветы, семейный бизнес. Недавно в рамках рабочего визита садовое хозяйство посетил и руководитель муниципалитета Андрей Иванов. На экофестивале компания представила свои цветочные композиции. С удовольствием принимаем участие. Нам это тоже важно, показать, чем мы занимаемся. И важно и необходимо участвовать на этих фестивалях. Надо отметить, что экофестиваль «Дубоцвет» проводится с целью популяризировать малый и средний бизнес и помочь небольшим предприятиям округа занять свою нишу в сфере потребительского рынка. Здесь и народное творчество, и то, что мы делаем своими руками и производим у себя на приусадебных участках. Поэтому, конечно же, торгово-промышленная палата вместе с администрацией Одинцовского округа и общественной палатой смогли собрать здесь даже в такую плохую погоду большое количество наших жителей, для того, чтобы отметить этот интересный праздник, который, возможно, станет традиционным. Экофестиваль «Дубоцвет» проходит впервые, но интерес со стороны гостей и участников большой. Организаторы считают, что у этого праздника есть все шансы войти в календарь мероприятия Одинцовского округа. Это очень важно, потому что научить ребенка правильно относиться к природе, бережно относиться к природе – это, наверное, одна из целей и задач нашего экофестиваля. В рамках праздника прошла презентация проекта развития рекреационных зон на территории округа. Главный архитектор обсудил с жителями новую концепцию. На «Дубоцвете» мы решили представить планы развития нашего городского округа на ближайшие пять лет. Дело в том, что уже за предыдущие пять лет очень много интересных проектов было реализовано и начато. Но я хотел бы остановиться сегодня и представить направление – это рекреация, комфортная городская среда и вообще среда обитания с уклоном на здравоохранение, на здоровую городскую среду и вообще на концепцию «Здоровый город». Погода внесла свои коррективы в программу праздника, но это нисколько не испортило настроение гостей. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok